Энергия океанической воды Аквалор с новой поворотной насадкой Дуа. Режим душ для увлажнения и защиты от вирусов. Поверните насадку для смены типа распыления. Режим струя помогает лечению сильного насадка. Попробуйте новый Аквалор Дуа с двойным типом распыления. Душ струя. Аквалор. Дышите энергией океана. Так, Саша, остановись. Тебе еще много блюд готовить. Еще надо много есть. Дни стали короче и прохладнее, но дома всегда тепло и уютно, если там готовят вкусную еду. Пожарим бекон, пожарим яйца, нарежем помидор. Всю красоту наведем. Сегодня просто кухня. Зеленые вафли с беконом и шпинатом на завтрак удивим детей, порадуем взрослых. Все любят это. Это реально вкусно. С мореброды с печенью трески, стильные скандинавские бутербродики так и просятся в рот. А когда это еще вот так вот все выглядит шикарно, то становится вдвойне вкуснее. Курочка под хрустящей корочкой с рисом по-испански. Идеальный домашний обед. Это самый аппетитовозбуждающий аромат. И шоколадные пирожные с апельсиновым джемом. Просто и очень вкусно. Вы обязаны это приготовить. Тем более вы видели, как это легко делается. Пожалуйста. Доброе утро. Почему нам так нравится завтракать в отелях или кафе? Да потому что там подают такие блюда, которые мы обычно не готовим дома. А что нам мешает? Ничего. Давайте сделаем завтрак как в ресторане. Изящный, гастрономичный, но очень простой. Готовим зеленые вафли с беконом и яичницей. Зеленые, потому что они будут со шпинатом. Представляете, не только красиво и необычно, но и полезно. Выглядит вообще на 100 баллов. По 50-балльной шкале. Делаем тесто. Тесто будем делать вот такой штукой. Вам нужен либо блендер, либо кутер. Наша задача перебить шпинат. Только поэтому нам нужен какой-то нож, понимаете? То есть венчиком просто это тесто не взбить. Не получится. Жидкие ингредиенты лучше перебить в высоком стакане, чтобы они не разлетались по всей кухне. Разбиваем два яйца. Отправляем туда сливки жирные. Затем растопленное сливочное масло. Видите, как много его? Вот за счет этого как раз тесто будет вкусненькое. Обязательно щепотку соли. А теперь, друзья, очень важный ингредиент. Это сыр фета. У сыра фета свой привкус, особенный. Со шпинатом классно сочетается. Солоноватый такой. Отправляем туда. Теперь взбиваем. Все хорошенько перемешалось. Значит, пора добавлять шпинат. Здесь у меня шпинат замороженный, который можно круглогодично найти в любом супермаркете, в отделе, где замороженные овощи продаются. Вам нужно его достать, разморозить и отжать. То есть видите, сколько у него сока? Вот этот сок нам не нужен. Раз. И снова перебиваем, пока наш замес не станет красивого зеленого цвета. Осталось только добавить муку. После того, как взбили шпинат, переливаем в миску и уже в миске спокойно замешиваем с мукой. Почему я в стакане не стал замешивать, спросите его? Да потому что просто тесто густое, его будет больше. И не получится качественно все перебить. Ура, ребята, ура! Тесто готово, тесто готово. Вот оно, смотрите, какое зеленое, густое, плотное, хорошее тесто. Время выпекать в вафле. Это у меня многофункциональный аппарат. Он в том числе отлично выпекает в вафле. Опа! Значит, разогрелся. Так, открываем и наливаем туда тесто. Смотрите, смазывать ничем не надо. Почему? Потому что здесь антипригарное покрытие. И плюс у нас в тесте много масла. Кладите сразу побольше, то есть не жалейте, чтобы у вас форма красивая получилась. Закрываем, выпекаем! А пока вафли выпекаются, сделаем к ним наивкуснейший топпинг. Пожарим бекон, пожарим яйца, нарежем помидор. Всю красоту наведем. Сначала бекон. Выкладываем его на сухую горячую сковородку. Опа! Перевернули бекончик и отправляем одно куриное яйцо. И жарим его рядышком на небольшой температуре. Это яйцо, оно не должно кипеть, вот так жариться пузырями, быть хрустящее. Оно должно быть нежненькое, чтобы сочность осталась. Так, и помидорчик. Вот так вот. О, красота! Вафли готовы! А-тя-тя! А? Видали такое? Такие зеленые, красивые. Видите, шкварчат? Вот они снаружи хрустящие. Сейчас они остынут, еще больше будут хрустеть. А внутри, я вас уверяю, они мега сочные, мега вкусные. Бекончик с яичницей тоже готовы. Можно собирать завтрак. Кладем одну вафлю. Дальше немножко листиков шпинатика. Пару слайсиков помидора. Без него никуда. Бекончик. Опа! И сверху нежное яйцо. Разрезаем, и желток стекает по вафле, заменяя тем самым соус. Да, 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 да. Это то, что я люблю. Не только я, все любят это. Это реально вкусно. Все сбалансировано, все полезно. Помидор, кислиночка, яйца, бекончик дает свой стиль. И потом вафля такая горячая, нежная, внутри, а снаружи хрустит. Идеально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА М-м-м. Отру в башке. Так, Саша, остановись. Тебе еще много блюд готовят. Еще надо много есть. Остановись, держи границы. Держи границы. Гриль стейкмастер Редмонд. Прибор три в одном. Гриль, духовка и барбекю. Его двухсторонние панели позволяют готовить в два раза больше любимых блюд. А дополнительная панель позволит сделать идеальные вафли. Скорее берите телефон и фотографируйте экран телевизора, чтобы зафиксировать ингредиенты рецепта. Для шпинатных вафель с яйцом и беконом нужны яйца, сливочное масло, сливки, замороженный шпинат, сыр фетта, мука, помидор, бекон и свежие листья шпината. Тарелка сытного и красивого завтрака, как в ресторане, 98 рублей. Никто из нас не откажется от симпатичного аппетитного бутербродика. К тому же, если он не представляет угроз для фигуры и сделан на ржаном полезном черном хлебе. А если это стильный модный смореброд с печенью трески, удержаться будет вообще невозможно. Смореброд – это датский бутерброд. Есть стилистические особенности, но, по сути, это наш любимый бутерброд. А печень трески – это концентрация вкуса. Вот вы всегда бутерброд делаете тяп-ляп и готово, да? Я вам сейчас покажу бутерброд, с которым вы выйдете на новый уровень. Начнем с красивой нарезки овощей тонкой соломкой. Огурец. Чтобы нарезать огурец соломкой, нужно сначала его нарезать слайсиками, а потом вот так вот положить один на один и нарезать соломочкой. Соломка бывает крупненькая, плотненькая, которая там держит свою форму. А есть вот такая вот, как у меня, видите, она такая прям мягкая, очень тоненькая. Как лапша болтается. Редиску также шинкуем соломкой. Были друзья в свое время, в Адыгее встречались, они в Дании жили, представляете? Приезжали к бабушке на лето. Когда я был маленький еще, они мне рассказывали про какие-то бутерброды вкусные. Я тогда вообще ничего еще не понимал. Потом, когда я стал уже работать шефом, то я стал смотреть, изучать. Такой думаю, что за смориброды? Думаю, что за вкусная такая штука мне всегда попадается. И у меня появилась мечта. Я хотел поехать в Данию и там попробовать смориброды. У них там есть такие места, где они готовят максимально стильные, красивые бутербродики. Чаще всего на ржаном хлебе начинка может быть разная. Это может быть мясо, рыба, морепродукты с креветочками. И вы знаете, что моя мечта сбылась. Только я не в Дании был, я был в Швеции. Там тоже бутерброды любят. Теперь перепелиные яйца. Перепелиные яйца маленькие, красивенькие. Они будут очень гастрономично смотреться. Их надо отварить и почистить. Все то же самое, как с куриными, только быстрее. Собственно, вся заготовка. Можем собирать с мориброды. Мне нужен ржаной хлеб. Он обязательно должен быть с кориандром и вкусно пахнуть. Первый слой это будет сливочный сыр. Он даст нежность, легкую кислинку, красивый цвет. Короче, он сбалансирует наш прекрасный бутерброд. Аккуратненько, ножичком, вот так вот раз. Мне обязательно его идеально размазывать. Просто намажьте тоненьким слоем. Ну а теперь самый вкусный, основной ингредиент наших бутербродов. Это печень трески. Печень трески, мы же все ее очень сильно любим. Большим таким плотным, хорошим кусочком. Кладем в тарелочку и мнем вилкой. Только не сильно. Небольшие кусочки оставьте. И выкладываем печень на хлеб со сливочным сыром. Слишком много прям не надо класть. Не забывайте, у нас же еще много разных ингредиентов. И хлеб тоненький, поэтому все должно быть в меру. Яйца. Дальше нашу соломку из огурца и редиса. Теперь каперсы. Это маринованные бутоны кустарника. Раньше производили только в Италии. В Дагестане такие классные каперсы. Сто мест, где поесть, снимали. На рынке просто сумасшедшие каперсы. Вкусные, красивые. Вообще итальянским ничем не уступают, а то и круче. У нас еще итальянские продаются. Давайте уже возите дагестанские нормальные каперсы. И дешевле будут стоить, и всем будет эта роскошь доступна. Каперс, он кисленький, потому что он подмаринованный. Солененький. Очень такой прямо яркий по вкусу. Чуть-чуть будет попадаться, будет здорово. Украшаем с мореброда зеленым луком и укропом. Вот, а еще мне тут перенесли, знаете что? Ага, это вообще бомба. Это микрозелень. Иногда ее называют живыми специями. И можно дома на подоконнике выращивать. Вот так, например, кладем сюда листик. А? Какая красота. С мореброды с печенью трески готовы. Делаются за пару минут, а съедаются за пару секунд. Вкусно? Да чего, а? Все нежное, все вкусное. Что-то хрустит, еще ржаной хлеб. А когда это еще вот так вот все выглядит, шикарно, то становится вдвойне вкуснее. Для этого блюда я использовал плотные нежные кусочки печени трески Капитан Вкусов. Стабильное качество продукта позволит получить максимальное удовольствие от любимых закусок. Капитан Вкусов. Любовь к каждой рыбке. Чтобы приготовить мореброд, возьмите печень трески, огурец, редис, перепелиные яйца, ржаной хлеб, сливочный сыр, каперсы, зеленый лук и укроп. Один датский бутерброд, 101 рубль. Саня, что это ты нас сегодня все бутербродами кормишь? Давай-ка что-нибудь посерьезнее, скажете вы. Да легко. Получайте рецепт горячего, мощного, сытного блюда. Готовим курицу с рисом по-испански. Курочка обжаренная, да с чесночком, да с паприкой. Много овощей, вкусный рассыпчатый рис и соус. И все это запекается в духовке и подается с пылу с жаром. Начинаем с курицы. Ее нужно насытить вкусом. Это куриные бедрышки. Они у меня на коже и на кости. Обжариваем на сковородке. Кусочки крупные, ничего я с ними не делал. Прямо вот такие вот из магазина купил и все. Масла не жалейте, пускай его здесь будет много. Выкладываем сначала кожей вниз. Жарить курицу до готовности не нужно. Мы просто даем золотистую корочку. Чеснок нарезаем слайсами. Вот сразу его не кидайте, потому что чеснок быстро сгорает. Вы уже немножко обжарьте курицу, а только потом закидывайте чеснок. Масло становится чесночное и пропитывает куриные бедрышки. Это самый аппетитовозбуждающий аромат. Так, можно немного перчика добавить еще. И даже подсолить. Переворачиваем на другую сторону. А теперь цвет. Паприка – одна из моих любимых специй. Прям не стесняйтесь, прям побольше добавьте. Пускай будет красивый цвет у курицы. И будет красное красивое масло. С другой стороны чуть-чуть ее повозюкать. Потом обратно. С паприкой уже долго не готовим. Перекладываем ее в тарелочку. И вот это вот масло обязательно сливаем. Это супер мощная штука, которая нам необходима. Возвращаем сковородку на нагрев, подливаем масло. Будем жарить овощи. Репчатый лук нарезаем крупным кубиком. Все, и сразу отправляем обжариваться. Перчик. Перец нарезаем вот такими вот длинными кусочками. Он сладкий, с рисом будет идеально готовиться, с курицей сочетается. Да перец вообще универсальный продукт. И также зеленый. Раз, два. Вот туда вот вместе. Остался самый важный ингредиент – рис. Насыпаем рис прямо в сковородку к овощам. Это среднезерный рис. Он для этого блюда идеален. Жарим рис с овощами буквально 30 секунд. И перекладываем все в форму для запекания. Для кислинки, для красивого цвета нужны томаты. Можете там свежих, если у вас есть, побольше нарубить. Но лучше всего взять томаты в собственном соку. 365 дней в году стабильного качества. Лучшие сезонные томаты, только консервированные у вас в банке. Помидорки выкладываем в тарелку и ножницами измельчаем. Так быстрее и проще. К рису вот так вот. Вот так. Можно еще взять вот этот томатный сок, так чуть-чуть добавить. Оп. Оп. Тяжелая артиллерия пошла. Курочка. Сюда немножко углубляем. Немножко ее как бы уминаем, чтобы она капельку в рис провалилась. Наливаем вот это классное, ароматное, чесночное, красивое масло с паприкой. Не забудьте подсолить блюдо. А сейчас ингредиент, который вы вряд ли добавляете к курице. А зря. Здесь у меня замороженный зеленый горошек. Он сладкий, вкусный. Для этого риса с курочкой идеален. Потом будут попадаться, поверьте мне, вот когда почувствуете, скажете, да, горошек тут месту. Поэтому обязательно его добавьте. Ну, вот так вот посыпаем и все. А затем вода. Ведь надо, чтобы что-то готовило рис. Потом немножко трясем форму. Распределяем его так. Видите, чтобы у нас вода везде попала. И отправляем эту вкуснятину в духовку. Через час рис впитает все соки, а курочка шикарно запечется. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот она, красота. Курочка запеклась. Чесночок подпекся. Видите, горошек. Томаты запеклись. Идеально. А смотрите, какой у нас рис получился. Жирненький, видите, он прям рассыпается. И пропитан всеми ароматами и вкусами. Украшаем зеленью. Поливаем оливковым маслом. И подаем с долька лимона. Когда ты голодный, вот невозможно на это смотреть. Значит, чем-то напоминает плов с курицей. Но такой, знаете, более легкий вариант. Ну, как бы нет вот этих специй большого количества. Кислинка, сладость, горошек, чесночок, курочка. Все сбалансировано и очень вкусно. Основой этого блюда является рис испанский националь. Ибо крупные белоснежные зерна не развариваются и сохраняют свою структуру. А во время приготовления рис впитывает вкусы и ароматы всех ингредиентов. А сейчас можно будет сфотографировать ингредиенты рецепта на телефон. Для риса с курицей по-испански возьмите. Куриные бедра, болгарский перец, зеленый горошек, томаты в собственном соку, лук, чеснок, паприку, лимон, рис, петрушку, подсолнечное масло и оливковое. Большая тарелка сытного блюда 108 рублей. Ну а теперь десерт. Без сладкого дядя Саша вас не оставит, не бойтесь. Будем готовить шоколадные пирожные с апельсиновым джемом. Если вы думаете, что это сложно, вы только недавно смотрите «Просто кухню» и еще не привыкли, что здесь все просто. Приготовить шоколадный бисквит просто, крем еще проще. Выдавить апельсиновый джем справится и ребенок. Поехали. Делаем бисквит. Два яйца. Замешивайте вот так вот сахаром. Сразу туда добавляем ванильный сахар, потому что у нас бисквит будет с ванильным привкусом. Вне зависимости от времени года и суток на нашем интернет-канале вы всегда найдете все выпуски, программы и самые подробные рецепты лучших блюд. Приправим все полезными лайфхаками. Скорей подписывайтесь и готовьте вместе с нами. Смотрите на красивые пирожные в кондитерской и думаете, что такое вам не под силу? Научим, как готовить шоколадно-апельсиновые пирожные просто и очень вкусно. Взбиваем яйца, пока не увеличатся в объеме в два раза. Отлично! Взбили! Следующие ингредиенты. Молоко и растительное масло. Чуть-чуть перемешиваем. Теперь сухие ингредиенты. Мука, какао и для пористости бисквита разрыхлитель. Обязательно вмешается какао с мукой. Благодаря такой технологии цвет будет более яркий, более шоколадный. И теперь сухие ингредиенты закидываем к мокрым. На небольшой скорости так. Ой, какой красивый цвет! Глянцевый, шоколадный, вы посмотрите! Готовое тесто просто выливаем на противень, застеленный пергаментом. Наша задача распределить, сделать ровный бисквит. Это легко. Сюда чуть-чуть, сюда чуть-чуть. Все. Конвекция не должна быть. То есть вентилятор выключите. Верхний, нижний тен. 180 градусов. 15 минут. О, вот он, бисквит. Смотрите, тоненький, быстро выпекается. Все, готов он. Знаете, так тепло от него и шоколадом пахнет. И ты так будто в стране шоколадей какой-то. И даже виза не нужна. Мне даже на курсы валют тебе плевать в этот момент. Через 5 минут можно снять пергамент. Видите, ничего к нему не прилипло. Да, вот так просто. Теперь делаем кружки из бисквита основы пирожных. Для этого нужно вот такое кондитерское кольцо. Если у вас его нет, то можете взять какой-то, знаете, стакан с острыми краями. Берем, надавливаем, прокручиваем. И откладываем. Должно получиться здесь 12 пироженок. Готовые кругляшки подождут сторонки, а обрезки перекладываем на поднос. Они еще пригодятся. А мы пока сделаем крем. Очень вкусный, простой. Ничего варить не надо, остужать не надо. Нужно просто перемешать ингредиенты. Нам понадобится сливочный сыр. Раз, ингредиенты. Дальше жирные сливки, два. И сахарная пудра, три. Хопа. Засыпаем пудру и взбиваем все миксером. Крем готов. А теперь этот крем нужно отправить в кондитерский мешок. Оставляем стакан и отправляем туда наш замечательный, вкусный сливочный крем. Отрезаем краешек. Все, вот у нас 12 шоколадных подложечек. Вот он крем. Начинаем собирать пирожные. Наша задача оставить углубление в креме. Туда мы положим кое-что вкусное и эффектное. Нанести крем по периметру. Вот так вот, видите, в два слоя делаю. А потом тоненьким, одиноким слоем наношу крем в центре пирожного. Вот так. То есть должен образоваться бортик. Крем по периметру. Побольше бортик. А потом пошел тоненький слой крема. А вот теперь сюрприз, так сказать. Вкусная прослойчка. Апельсиновый джем. Это просто классика. Он с шоколадом сочетается идеально. И плюс, мне нравится, что он, видите, плотненький. У него хорошая консистенция. И он никуда не денется. Вот такую ложечку чайную прямо в центр кладете. Поняли, зачем я теперь углубление делал? Закрываем кремом. Осталось только украсить пирожные. И тут нам пригодятся наши обрезки, бисквита и кутер. Сейчас мы сделаем из них крошку. Закрываем и немножко так вот. Красивая. Видите, какая? Обсыпаем вот этой крошкой. Ну что, круто? Можете оставлять где-то белые пробелы. Небольшое количество. Можете не оставлять. Смотрите сами. Готовые пирожные убираем в холодильник на часок, чтобы бисквит пропитался и крем застыл. Ох, сейчас будет рай. Ох, сейчас будет счастье. Вот так вот. Крем стал плотный. Все подзастыло в холодильнике. Опа! Суперкрасиво. Невероятно. Шоколад с апельсином, конечно, суперсочетание. Внешний вид шикарный. Вкус фантастический. Вы обязаны это приготовить. Тем более вы видели, как это легко делается. Пожалуйста. Апельсиновый джем Махеев отлично подходит для приготовления кремов, десертов, начинок для выпечки или в качестве угощения к чаю и кофе. Он приготовлен из спелых и сочных апельсинов, вкус которых бережно сохранен. Для шоколадных пирожных с джемом возьмите яйца, сахар, молоко, подсолнечное масло, муку, какао, ванильный сахар, разрыхлитель, апельсиновый джем, сливочный сыр, сливки и сахарную пудру. Одно шоколадно-апельсиновое пирожное 53 рубля. Ребята, угощайтесь пирожными! Приятного аппетита! Желаю вам отличных выходных! Отдохните, погуляйте, посидите всей семьей за общим столом, на котором самая вкусная еда, приготовленная с душой и от всего сердца. Следите за проектом в наших социальных сетях, а прямо сейчас смотрите новый выпуск шоу «100 мест где поесть». Путешествуем по стране и находим самые крутые и необычные блюда!